Музейный домик совсем не маленький, но гостей в него набилось столько, что стало тесновато. В обиде, однако, никто не был. Пока не началась официальная часть торжества, желающие знакомились с экспонатами выставки. Вот за таким столом со светильником и телефоном располагался начальник геологоразведки. При необходимости он мог позвонить даже в Москву. Алло, Кремль, пригласите к телефону товарища Брежнева. Леонид Ильич, мы нашли нефть. Музейно-выставочный комплекс Узьбалык основали в 2010 году. Задача – сохранить память о первых годах жизни нефтьюганска и его основателях. Вначале музейным работникам пришлось не сладко. Работать им пришлось в условиях жизни первопроходцев. Воды не было, света не было. Нам приходилось, что фляги у нас здесь были, мы топили снег, чтобы руки помыть. Светлана Николаевна Зунина, огромное спасибо, что она нам принесла самовар на дровах. Леонид Прус – один из тех, кто активно пополнял коллекцию выставки. Прибыл на Узьбалыкское месторождение в 1972 году по комсомольской путевке. Именно он и строил первые дома в городе. Ну, естественно, ехали мы, в общем-то, в том числе и за деньгами. Но, как оказалось, именно у строителей на тот момент денег больших не было. Поэтому, на самом деле, получилось, что мы работали за идею. На десятилетний юбилей выставочного центра пришли и старожилы города, и школьники. Для одних экспонаты музея – свидетели их молодости, для других – почти ископаемые древности. Как бы там ни было, песни «Времен освоения севера» понятны всем. Ночи напролет, напролет, ветер затевает во сне. Это самолет, самолет, разрывает сна тишину. Андрей Валикжанин, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск».